Динозавры Паразауралов Травоядный динозавр, который жил в позднем меловом периоде. Он весил 2,5 тонны, был 10 метров в длину и 3 метра в высоту. Утиная челюсть с множеством зубов внутри помогала ему пережевывать любые растения. Гребень использовался для общения между сородичами. Сейчас вы можете услышать звук, исходивший из гребня. Паразауралов ходил на четырех лапах, но при опасности или беге вставал на две. Паразауралов был травоядным динозавром с утиной челюстью, которая помогала ему пережевывать любые растения. Мог ходить на четырех лапах и бегать на двух. Общался с сородичами при помощи гребня. Динозавры Хосмозавр Род травоядных динозавров из семейства цератопсидов, живших в верхнем меловом периоде на территории современной Северной Америки. Длина хосмозавра достигала 5-6 метров, а вес около 3,5 тонн. Передвигался он на четырех согнутых конечностях, потому туловище располагалось низко. Передние конечности были заметно короче задних. Особой гордостью ящеру служил длинный широкий воротник с просторными окнами, закрывавший шею и часть спины. По сути, он представлял собой оборочный каркас, на который была натянута ороговевшая кожа. Это форма художественного сердца с линией, разделяющей половину. По всему периметру он был украшен костными отростками, достигавшими наибольшей длины на верхних краях воротника Хосмозавра. Есть большая вероятность, что эта конструкция являлась отличительным признаком индивида и использовалась для привлечения самок в брачный период. Она могла быть очень ярко раскрашена или даже нести четкий узор, подобно капюшону современных кобар. Высказывается еще одна оригинальная версия о терморегуляционных функциях воротника. Подобно гребню спинозавра или пластинам стегозавра, он мог быть снабжен системой кровеносных сосудов и способствовать нагреву тела под лучами солнца после прохладных ночей. Дополняли головной убор Хосмозавра два больших рога над глазами и один в носовой части. Предположительно, самки были меньше самцов и обладали менее заметными воротниками и особенно рогами. Хвост Хосмозавра был коротким и относительно тонким, ибо плотное низкое тело не нуждалось в дополнительном балансе. Один из образцов, найденный Штернбергом, содержал фрагменты окаменелой кожи. Окаменелость сыграла огромную роль в науке, позволив реконструировать эпидермис Хосмозавров и родственных цератопсов. Сейчас остается загадкой лишь цвет. Как и все рогатые динозавры, Хосмозавры были растительноядными животными. Клювоподобные челюсти были приспособлены к отрыванию и пережевыванию достаточно твердой и вязкой пищи. Исходя из тогдашней флоры, низкорослым Хосмозаврам было бы очень удобно ощипывать низкорослые папоротники. Пользуясь силой, они также были способны наклонить пальму или саговник, чтобы дотянуться до вкусной листвы. Даже крепкая ветвь не устояла бы перед этим инструментом. Динозавры Анкилозавр – это травоядный динозавр, который жил в конце последнего Мастрихского века мелового периода, между 66,5 и 66 миллионами лет назад. Это был один из последних видов динозавров, появившихся на Земле перед падением астероида. Длина животного оценивается в 6,25 метра, ширина – в 1,5 метра, а высота до бедра – 1,7 метра, вес – 6 тонн, что почти соответствует размерам легкового автомобиля. Анкилозавр обладал очень широким, приземистым, коренастым телом. Многие полагают, что из-за этого анкилозавр был медлительным и неповоротливым, но по расчетам специалистов это не так. За счет длины своего шага это пресмыкающееся могло передвигаться с достаточно высокой скоростью. В основном анкилозавр питался низкорастущими грубыми растениями, поэтому его морда была оснащена клювовидной пастью и несколькими рядами мелких зубов. Главная отличительная черта анкилозавра – его броня, состоящая из массивных шишек и костяных пластин или щитков. Они врастали в кожу и, несмотря на то, что частями скелета не являлись, прекрасно защищали ящера от нападения более высоких хищников. Еще одна отличительная черта анкилозавра – тяжелая костяная булава, расположенная на конце хвоста. В сочетании с мощным мускулистым хвостом она становилась серьезным оружием, которое имело значительную разрушительную силу и могло сломать кости самых крупных хищников, в том числе и тираннозавр. Динозавры. Кархародонтозавр. Кархародонтозавр – род гигантских хищных динозавров, обитавших в меловом периоде 145-72 миллиона лет назад на территории Африки. Это было огромное хищное животное. Длина его черепа достигала до 160 сантиметров. Общая длина динозавра могла составлять 12,5 метров при весе 4 тонны. Череп кархародонтозавра относительно низкий, челюсти несколько напоминали ножницы. В общем, животное напоминало громадного аллозавра, отличаясь, вероятно, более короткой прямой шеей, более крупной головой и короткими передними лапами. Кархародонтозавр мог охотиться на крупнейших животных своего времени – титанозавров, чьи кости найдены в тех же отложениях. В отличие от гигантозавра, для кархародонтозавра нет четких доказательств стайного поведения. Однако не исключено, что динозавры этого рода предпочитали охотиться сообща. Динозавры Капразух Доисторический сухопутный крокодил, ставший настоящей грозой Верхнемелового периода. Взрослый Капразух достигал 6 метров в длину и весил около тонны. Стоя на всех четырех конечностях, Капразух достигал высоты в 2 метра, что больше роста взрослого мужчины. Несмотря на кажущееся сходство с современными крокодилами, Капразух был совершенно на них не похож. У него были очень длинные конечности, что позволяло ему развивать огромную скорость и стать одним из самых страшных хищников на Земле. Дословно название Капразуха переводится как «кабано-крокодил». Связано это с уникальным строением челюстей. Необыкновенно длинные клыки выступали из нижней челюсти и поднимались выше уровня ноздрей, делая его похожим на диких кабанов. Проживал Капразух поблизости водоемов. Однако, в отличие от современных крокодилов, он предпочитал большую часть времени проводить на суше. Капразух умел бегать и плавать, и это играло роль в его тактике охоты. В воде он наблюдал за добычей. Заметив цель, в нужный момент он выбрасывался из воды и бежал в ее сторону. Но и не это самое удивительное. Короткая морда Капразуха была оснащена костяным наростом, которым он сбивал добычу с него. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok